всем привет мои дорогие привет из канады привет и синекло примерочная маленькая неудобно поэтому будем очень быстро чтобы не испытывать ваше терпение в шумной маленькой примерочной давайте начнем я даже толку не могу показать на собственно это повешу и покажу вам что у меня есть я принесла вот эти медведовые брюки я принесла вот этот кардиган платье платье вот это платье и такой топик в общем давайте примерять посмотрим что 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 нам понравится что нам не понравится и что вообще интересного так я решил померить брюки сначала мне они реально прям нравится знаете они такие клюшные и очень длинные вот для меня кстати я не клон брюки обычно подходит по длине который мне все очень длинная а в юникло не обычно брюки вот по длине в самый раз тем более что я на каблуке если я щас каблука слезут они вообще будут идеально очень такие симпатичные вы видели там есть несколько цветов вот это очень красивый такой цвет темной морской волны зеленый изумрудный я даже сказала я решила померить с этой плоской это такой топик он шерстяной я щас проверю они есть тоже разных цветов мне вообще не очень хорошо такие полточки потому что они тут меня очень увлекают а у меня тут все не очень это нужно такие худенькие девочки с маленькой груди широкими плечами а мне как-то это все не очень нравится но я принесла потому что надо померить с чем-то брюки и вот это платье который рукавой я хочу померить что-то надеть вниз брюки очень симпатичные но они стоят 60 долларов и я не знаю 60 долларов я не клуб покупать брюки очень подражал мы видели я снимала все все брюки которые были по 40 стали 60 то есть они в прошлом году подорожали в этом году подорожали еще раз еще на 10 долларов стало это вообще совсем совсем не не бюджет вернее но не то что это дорого конечно уж очень но все таки это и неплохо это не какой-то там уж такой прям знаете магазин он всегда именно отличался своим своими ценами хорошими хорошим качеством хорошими тканями и хорошими ценами но все это в прошлом девочки цены так себе не очень хорошие качества тоже мягкие в общем ну что делать ничего другого у нас нету и не предвидится я присаживаю этот кардикан вот такой больше размер на это видео ну в общем он по-моему не подразумевает таким быть что он должен быть за мне кажется что он должен быть такой вот такой знаете как кокон такой он сзади длинный а здесь не такой просто как накидушка вот в таком варианте мне как бы вот брюки с кофточкой нравится гораздо больше вот когда я что-то сверху надеваю такое пошире чтобы прикрыть все свои большие части тела и поэтому мне кажется что так намного всего лишь так базовенько очень так знаете принципе минималистично базовый такой лучок не люблю это слово но как все говорят значит я мерила в медиум стоит они 60 долларов как я и сказала а качество но это видит наверно хлопковый что они написали 99 процентов хлопка и один процент спантекса ну как бы хорош состав но это вельвет чуть чем он обычно весь хлопковый еще принесла такой сарафанчик это он весь коряга слушайте он как ни странно несмотря на то что у него такая вот ткань это хлопок синтетика все листы я думала что это будет какая-то типа шерсти или что-то такое но нет шерсти в нем нету вообще начнем такие вот карманы это размер ларч самый раз по мою я думаю что его нужно даже там на картинке нарисовано что его нужно носить с чем-то под низкой все это как бы такой зимний сарафан что вы надеваете вас какой-то свитер гольф или вот такой вот кофточку с короткими рукавами кофточка конечно странненькая потому что она вроде бы как трикотаж такой теплый шерсть и при этом с короткими рукавами ну такое есть дело я знаю что это носит под пиджак там под жакет какой-то под кардиган вот такой сарафан какой-то он реально так как сшит как эта ткань такая понимаете такая вещь должна иметь подкладка у меня есть подкладка но она вот это не тоже вообще только в карман она совершенно нету никакой подкладки она вот очень поэтому камячится как-то цепляется не знаю в общем что-то пожалели они подкладки поэтому выглядит как-то не активно можно еще такой кофты сверху знаете обувь не подходящая нужно черные колготы нужно сапоги принципе с сапогами выглядело бы неплохо наверное просто с летними как бы шлепанцами оно как-то выглядит ночью потому что в принципе ну такое тепло-зимнее боже как я не люблю этот магазин здесь шумно так всегда шумные орущие продавцы такие хомоватые неприятные все молчу молчу так что она у нас стоит тоже 60 долларов размер large ткань 50% полиэстер 49 катон и подкладка тоже самое 51 полиэстер 49 катон подкладка в карманах 100% полиэстер здесь подкладка знаете где-то есть в общем я не знаю какой подкладки а вот это вот видимо имеется ввиду этот кусочек что они пришили эту подкладку ему бы не помешала такая знаете атласная шелковая подкладка чтобы она не цеплялась потому что ткань такая знаете которая за все цепляется поэтому ну такое не нравится и цена безумно 60 долларов дома да это стопроцентная шерсть совершенно странная штука потому что она с коротким вковом стопроцентная шерсть ну такая тоненькая под под что-то пододеть medium я примеряла 50 долларов она стоит в общем платье неплохое хороший цвет такой бордовый очень базовый фасон это знаете вот это вот их 3d вязка вот то что среди свитера и вот есть вот такая вот вот такие вот сейчас у них платья пусть и мои подходят по цвету хорошая длина так вот такая вот она выглядит ну опять же очень базовая очень такой знаете на работу ходить в офис куда-то просто вот знаете чтобы не выделяться не не вытрючиваться никак если вот цвет может быть надеть какой-то красивый жакет или какой-то такой знаете это вот именно базовое платье которое можно с ним можно очень много чего чего сделать можно надеть какие-то украшения можно надеть жакет можно надеть какие-то такие интересные сапоги и обувь потому что само платье такое не бросается в глаза в принципе можно играться с какими-то аксессуарами красивый пояс можно надеть в общем ну хорошее такое платье по моему она хлопковая готова может и нет сейчас проверим да вот видите это их вот это 3d вязка как они это называют что это она тоже 60 долларов у них еще стоит 6 долларов и это дасту процентный хлопок что в общем-то хорошо она довольно такой тоненькая симпатичная познаете не жарко и не хорошее такое платье в принципе как базовое платье но что-то так все дорого девочки не так это еще одно тоже очень базовое платье красивый такой молочный цвет она поплотнее чем вот это вот это довольно тоненькая а это прям такой же зимний зимним но и только что состав него я не уверена я думаю что это синтетика очень красивый цвет мне нравится такой молочный цвет опять же такое платье что можно играться и вот опять же какие-то украшения сапоги пояс жакет в общем как база и именно вот такого цвета например если надеть его с каким-то темным например жакетом или в клетку будет классно мне кажется будет красиво это медиум по моему тоже у меня размер сейчас я сниму посмотрю состав и посмотрю цену наверно тоже 60 долларов да она тоже стоит 60 долларов а состав тут конечно намешали акрилик полиэстер на ламма дал в общем ничего натурального вообще абсолютно в нем нету но она довольно такой плотно и может быть за счет этого днем будет не очень холодно потому что она такую знаете прямо как такой плотник это это вот такая довольно такая толстая а и размер медиум так это платье вы уже видели в одном из моих блогов я примеряла такой платье коричневая трикотажная она очень красиво сидит очень стройнит такое знаете вот как-то хорошо скроено такой вот вроде простое трикотажное платье с карманами я примеряла коричневая сейчас у них есть вот такой темно-зеленой морской волны и она сейчас на селе стоит 30 долларов мне нравится это платье и я подумываю его купить потому что 30 долларов очень хороший хороший цвет и хороший крой у него очень красиво сидит очень удобно и красиво скроено вот знаете она здесь в общем облегает а здесь она идет такой вот как будто бы эй силуэт раскрешенный за счет этого она не не такое как платье парашют громоздкий давайте я так вам буду снимать чтобы вам было лучше видно она не выглядит очень таким знаете большим широким но потому что она здесь облегает но в то же время она очень удобная вот здесь вот он ничего не облегает ни живот не торчит не не попа не все как бы все как бы очень красиво выглядит при этом карманы и длина хорошая цвет красивый и на селе а в принципе если надеть его с кардигауном с таким то можно уже и на осень мне не очень нравится этот кардиган я решила его взять принести примерочный чтобы померить мне было интересно как он сидит мне не нравится этот способ если честно мне особенно нравится как он такой там был другой такой длинный с поясом . пальто похоже вот он мне больше понравилось и если бы я выбирала я выбрала его но нет мне не нравится тем более по моему он уже не очень актуальный как-то немножко вышел из боку так это у меня был размер медиум стоит он 50 долларов это тоже вот этот среди вязковыми и состав у него так акрил найлон 9 процентов шерсти все остальное синтетика не знаю не знаю как-то не очень так платье это между прочим стопроцентный хлопок и видите вот он написано 40 долларов сейчас на стоит 30 и в общем такое платье все швы ровные оля оля проверяем швы но по-моему все швы ровненькие даже как бы не знаю просто может я не вижу у меня плохие очки я слепая оля если увидишь что кривые пиши сделано в вьетнаме вот такое темно-зеленый цвет так девочки такие у нас были примерки что мне понравилось мне нравилось и брать это платье но это из старой коллекции мне понравились вельветовые брюки но я вам хочу сказать во первых они дорогие во вторых вельвет это очень прики такая ткань он растягивается на каждом на коленях пузырится я не очень хорошо относится к вельвету по 300 к такому потому что ну вот потому что потому что обычно они очень носки плохо себя ведут вельветовые вещи особенно брюки они растягиваются поэтому как бы не знаю но так все остальное кофточки кончики вот эту платье симпатичное в принципе неплохое вот это неплохое вот это мне не понравилось зеленая такая новая коллекция пока дальше смотреть что они будут интересны цены поднялись как-то не очень не очень приятные цены поэтому что делать кому легко все люблю целую всем привет из канады пока пока увидимся в следующем видео в следующем видео